Собирь, мы чуть-чуть объявим, да? Да, название каким? Да, название можно и не объявлять, потому что здесь как раз, я думаю, чтобы было интересно людям пишущим. Вот. Несколько картинок, с этого и начнем. Значит, как создавались петербургские зимы? Ну, то, что тут уже корректировал вчера, насколько это мемуары, не мемуары, там ставится большой вопрос. На самом деле, мне как раз было интересно, как создается образ. Здесь вот первая половина списка. Вот, значит, газетные публикации. А вот выделено, это вот то, что пригодилось для книги «Петербургские зимы». Здесь примерно девятнадцать, как бы сказать, публикаций, из которых что-то в книгу перешло. Я имею в виду здесь только двадцать восьмой год. Если говорить о втором издании, там две главы, там особый разговор. И примерно тридцать одна, я насчитывал, публикация, которая никуда, то есть в книгу не попала. Другое дело, что он потом будет использовать это. Он вот довольно интересно поступал, то, что в книгу не попало. Он, например, вот то, что печаталось как петербургские зимы в газете «Дни», то как раз не очень много в книгу попало, собственно, а зато те кусочки, которые он переработал потом в книге или не в книге, он отсюда вынул и в газете сегодня он перекомпонует и сделает как бы из тех же фрагментов новые воспоминания. Почти не меняю, но там, например, паллада была «Н», стала паллада. В других местах там по-другому что-то такое. У него бывают отрывочки, которые в нескольких воспоминаниях появляются. Например, там Осип Эмильевич Мандельштам звонит Сологубу, я вам передал свои стихи, хочу узнать мнение о них, а о Сологубе, у меня нет о них мнения. И вот этот вот эпизод у него то к Сологубу подклеивается, то к Мандельштаму. Иногда Мандельштам заменяется иксом. И вот, кстати, у него то какой-то инициал, то впрямую дается имя. В общем, это у него очень часто. Так вот, вот следующая картинка. Это вот то, что после того, как книжка вышла, все остальное, тут, понятно, выделения нет, но видно, что еще один цикл он продолжил, потом как-то у него заглох, а в основном все перемещается в газету «Сегодня», и если будете внимательно смотреть на эти публикации, это либо переделка прежних воспоминаний. Вот так вот, как он иногда прям брал, перекомпоновывал и публиковал. либо с небольшими изменениями то, что уже было напечатано, но все, что в книгу не входило. Либо он начинает от воспоминаний переходить к рассказам, и, например, у него, например, будет сначала такой рассказ Василиса в иллюстрированной России. Это паллада Богданова и Бельская, как бы прототип. Потом он сделает «Аврору», допишет еще сюжетный, более вольный, видимо, уже от реальности отходящий как бы финал, и снимет начало, где намекалось на то, что это вообще-то по реальным воспоминаниям. Вот, то есть его потянуло как бы вот в более, еще более вольное, его, как говорят, что у него воспоминания вольные, еще более-вольно хотел с этим материалом обращаться. Так, секундочку, вот теперь, значит, как работа, можно вот в другую, там такая вот, где там паутинка такая. Во, 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 секундочку, вот. Значит, это вот только те воспоминания, которые пригодились для Петербурга. Вот глава «Петербургский зим», вот, значит, последовательно то, что как-то туда попало, вот когда Вы видите одна линия, это, значит, была публикация, стала главой. Но бывает, что главы собираются из разных мест, вот как здесь вот, видите, вот-вот, с разных. И один вариант был самый сложный, это оконегисери как раз. Здесь я как бы показал, что вот они как бы собираются, вот, вот такая жирная линия. На самом деле, если бы я стал эти паутинки туда проводить, тут просто вообще ничего по ним было нельзя. Потому что, на самом деле, маленький клочок здесь, маленький клочок там-там-там-там, и, на самом деле, все эти клочки сойдутся вот с той главы. А некоторые, вот, как Комаровский, у него появятся цикли «Петербургские зимы», переделаются вот здесь и отсюда попадут в главу. То есть, у него бывает, что глава сразу как бы почти готова. Иногда бывает, что он очень долго что-то вот с написанным вытворяет, прежде чем это становится главой. Иногда как бы по второму разу прокручивает, поскольку газет было много, то есть, в основном, начиналось с «Китайских теней» и «Звеня», потом в днях появятся «Петербургские зимы» и отдельные публикации. Название совпадает, но это не значит, что совпадает то, что в книгу войдет. И потом из дней уходят последние новости. Иван Муаристика. Там будут тоже отдельные публикации. Там, допустим, Сергей Городецкий. Потом это будет глава в «Петербургских зимах». И вот на примере Городецкого я хочу показать одну вещь, как он работает над текстом. Значит, первичные публикации. Почти вся глава, Небольшая правка была, конечно, но в основном совпадает текстологически с тем, что первая публикация ее под названием «Сергей Городецкий» в газете «Последние новости» и глава. Один кусок туда вставлен. Какой? Этот кусок взят из его петербургских зим в газете «Дни», и там появляется как раз вот этот знаменитый, который очень понравился, он отрывочек про Клюева. А глава о Городецком, там который как бы привечает поэтов из народа, и там начинают они по очереди описываться, как они читают стихи. И там в газетной публикации «Николай Клюев» и две строчечки, которые тот произносит, и нету дальше вот этого маленького мемуарного кусочка, где Иванов посещает Клюева в гостинице. Этот кусочек был в петербургских зимах в одной из этих публикаций, и вот там видно, что что это было за петербургские зимы газетные. Там много отрывочков о разных совершенно людях. Это такое галерей чудаков. Там граф Зубов в палладе Богданова Бельска под инициалом «Н». Там кубофутуристы, там еще одна некая баронесса, которая писала стихи, а потом показывала скелет как бы своего вздыхателя, который за нее застрелился, ну и так далее. В общем, такой крайне эгоцентричный сюжет и эгоцентричный персонаж. Вот среди этой галереи появится Клюев. Вот теперь можно отлистнуть. Вот смотрите, что он делает. Вот, ага. Значит, зачеркнутое то, что было в газете. Подчеркнутое то, что вставлено. Уже в книге. Этот кусочек целиком вставлен в голову, где о Городецком, и о Клюеве подробнее там, чем о других. Он начинает читать стихи, и тут как бы Иванов вспоминает то, что было. Значит, во-первых, что он вычеркнул? Это начинался с этого фрагмента газетный. Поэты из народа, которых каждый сезон открывал Городецкий, держались, обращение Тона и Еленова. Мы серые мужички, вы наши отцы, мы ваши дети. Это он вычеркивает. Вставляет вот этот вот кусочек. Николай Клюев, это как бы его вызывает, считай, стихи. И дальше он начинается, уже Клюев вот себя ведет, как вот этот персонаж его, этой главы, уже соответствующий тому, что будет дальше. Клюев спешно обдергивает у зеркала, значит, распорядительской подъевкой, и так далее, и так далее. И начинают вот эти речи. Иду, только что-то боязно, братишечка, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше вот эти вот две строки, которые, они были вообще-то в газетном варианте. Если вы, кстати, увидите это стихотворение Клюева, Георгий Иванов оттуда выбрал самые две выразительные строки, поставил рядом, и они действительно, вот две строки, ощущение такое возникает. Когда вы целиком читаете, там все-таки это как-то размазано это впечатление. То есть, он еще, он часто так поступал со стихотворными цитатами, чтобы добиться должного впечатления. И здесь действительно как бы что-то такое, вот явно что-то выдающееся, вот там трепещет. А вот дальше начинается то, что было в газете, почти без правки, что единственного настоящего поэта городецкий проглядел. Ну, дескать, его Брюша, на самом деле там еще блог переписывался, и так далее, и так далее. Но, значит, Иванов свою версию дает. Значит, что он здесь, что он здесь добавляет? У него в конце будет выражение «Клетушка, комнатушка». А вначале у него было газетно просто «Клетушку» «Сыскал». Значит так. Тут почти не видно текст, да? «Сыскал Клетушку». Значит, Николай Васильевич как устроил в Петербурге, в газете, это как бы, знаете, как вообще непонятный разговор кого с кем. «Слава Господи, не оставляя заступить у нас грешных, сыскал Клетушку. Много ли нам надо?» Здесь он, вот этот вот найденный, как бы, такой термин «Клетушку, комнатушку» он сюда вот вставляет, и это у него становится как бы такая вот характерная речевая… Пора заканчивать, да? Нет, почему? Характерное выражение Клюевской, такой вот, как братишечка, и так далее, и так далее. Потом, что он еще вставляет? Значит, там было просто, «Клетушка» была та-та-та-та-та-та. А здесь, в книге, я как зашел к Клюеву, «Клетушка» оказалась. То есть, маленькой точечной правкой, он, во-первых, создаёт впечатление, что это он действительно, он прям вот, вот, не кто-то это вспоминал, а именно Георгий Иванов к нему зашел. Во-вторых, была, это, как бы, сразу он откуда-то знает, да? Оказалось, это он увидел сейчас. То есть, создаётся впечатление, что он сейчас, вот, это воспоминание, по очень такому, близкому, реальному воспоминанию. дальше вот этот знаменитый, как бы, портрет Клюева, который, многие вспоминали, после. И, ещё, маленькая правочка, очень любопытная. Это вот, в первом варианте, когда Клюев идёт, переодеваться, из своего приличного вида, значит, в более ряженый. Зачем же вам переодеваться? Что-то, что-то, разве можно? В первом варианте было, ребята засмеют, в окончательном, собаки засмеют. То есть, уже, во-первых, колоритная речь. Потому, собаки, это, более многозначное слово, потому, что, могут быть, такие собаки, любые другие. А, ещё, вот, возникает в памяти, кстати, любимое всеми, Буратино. Когда, Буратино, папу Карлу просит, его приодеть, а то он в школу пойдёт голенький, как же, мальчишки засмеют. Вот, мне было интересно. Может быть, именно, мотив этого одевания или переодевания. И вот, ну, на более детский лад, мальчишки. Это, вот, характерная практика, он создаёт уже, такое вот, это уже не просто, вот, чудак, а это целый типаж, возникает в книге. И, таким, он пользуется, вот, очень многими, своими, чужими, и прочими воспоминаниями, для, вот, этого впечатления. Второй вариант, это в книгу не попало, ну, её воспоминания о блоке. Значит, один из фрагментиков этих воспоминаний, первые воспоминания, они в книгу не попадут, точнее, в книге там будет кое-что, разметка почти, из 100, из тех воспоминаний, а вот написано по-другому. Значит, чтобы стать поэтом, надо как можно сильнее, раскачнуться на качелях жизни. И ещё несколько цитат, это, значит, мне запомнились эти два отрывка из писем, когда-то в 11-12 году, писанных блоком. Потом вы открываете воспоминания, уже второе издание петербургских зим, о Есенине. Есенин, он встречается с ним в Берлине, Есенин, помолчав, говорит, «А признайтесь, противен я вам был, петербургцам, и вам, и Гумилёву, и этой оси Ахматовой. В Аполлоне меня так и не напечатали, а вот блок тот сразу меня признал. И совет мне отличный дал, раскачиньтесь посильнее на качелях жизни. И я и раскачнулся, и ещё раскачнусь». Интересно, что бы сказал Александр Александрович, если бы видел мою раскачку, а? То есть, та же самая фраза. Значит, эту же самую фразу вы найдёте в комментариях Георгия Иванова, Георгия Адамовича, он сказал, что ему блок написал эту фразу в письме. Значит, по наводке Олега Анатольевича Коростелёва, письмо Адамовича, ответное блоку, сохранилось, по которому можно понять, что это действительно фраза была в письме блока к Адамовичу, некая похожая. Иванов её берёт, но обратите внимание, в одном случае он делает так, что это похоже, только не Адамович, а ему будто блок написал письмо. В другом случае он вставляет в уста совершенно другого героя, и она начинает звучать совершенно по-есенински уже, в есенинской интерпретации. То есть, Иванов любое воспоминание, которое попадается ему на глаза, ну его, не его, он вставляет и создаёт довольно выпуклый образ. Также Брюсов, идущий по водам у Тинякова, видимо восходящие, и у Ходосевича есть это, и у Иванова, видимо, восходящие всё-таки к устным воспоминаниям Гумилёва. Но у Иванова это, если Ходосевич ссылается на Гумилёва, то у Иванова будет просто сценка, где Тиняков себя безобразно ведёт, и в то же время кидается бутылками и так далее, и в то же время он говорит, что Брюсов там вот идёт к нему по водам. То есть, в сущности, мемуаристика Иванова это создание художественного образа, которое должно выразить какую-то сверхидею. На мой взгляд, в петербургских зимах он как раз собрал именно то, что хотел, чтобы сквозь портреты многих странностей, чудачи и так далее, трепетал тот Петербург, который он потерял. Книжка, она и смешная, и грустная, и там много даже жутковатого чего-то есть. Вот эта вся палитра возникает, когда всё это им вместе собирается в единое целое, и выходит как книга. Спасибо. Спасибо.